Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою. Спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет пометования Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Ну, конечно, этот псалом надо читать спокойно, так, знаете, и вот эту вот молитву Давидова с собой соизмерять, со своими переживаниями. Мне думается, что сейчас такое время тревожное, в котором больше всего созвучны именно вот эти вот переживания. Тоска глубокая видна у автора псалма. Даже одиночество слышится, что он находится в таком состоянии, в таком окружении, что у него просто нет на кого опереться. Негде найти поддержку. Ни от кого он уже не ожидает помощи. Только от Господа. И вот я думаю, что сейчас, может быть, нам более всего очень важно найти эту связь с Богом. Это вот исцеляющая связь. Это связь, которая поднимает павшего, который защищает обиженного и огорченного, который дает силы вставать и идти вопреки всем обстоятельствам жизни. И когда он говорит, удалитесь от меня все, делающие беззаконие, он говорит именно об этом. Там депрессия, там угрозы, там осуждение, там безнадежность. Там говорят, да кто ты такой, да? А удалитесь от меня, Господа увидел, Господу свое сердце открыл. И от Господа услышал это ободрение. Ты мой, ты мой, я с тобой не бойся. Благословения вам, друзья мои.